Всем привет! Это видео посвящено паразитологии. Паразитологии, да, потому что в наш институт зоологии, Академия наук Украины, в Киеве обращаются люди за разными вопросами касательно животных, а также их паразитов. Иногда они находят на себе что-то, что их беспокоит, что их беспокоит, они обращаются, пытаются принести даже пробы, и приходится рассматривать нечто похожее на клещей, не находить их, объяснять. Но сегодняшнее видео не о клещах, о клещах будет отдельно. Сегодняшнее видео посвященное рыбке. Уже осень, скоро зима, морозец уже начался в некоторых северных местах, и я обнаружил с неудивлением, что в видео, посвященное рыбке, свежей разных северных мест, которые добывают, ловят в больших реках и едят, строганину. В этой еще стране, которые едят строганину, ее называют еще чушь. Да, поэтому это видео можно сказать о гельминтозах и о чуши из рыбы. Чушь, это, так сказать, строганина такая, оказывается. Ну и так оно и есть. Строганина – это настоящая чушь для человека, я бы не сказал, для чушек. Ну, в чем же вопрос? Неужели такая вкусная строганина? Строганина – строганая рыба на морозе, сырая. Ну, наверное, вкусный человек. Вообще, это, так сказать, дерево такое произошедшее, тупое, которое ест все подряд. И даже каннибализм наблюдается. Это же дерево. А вот рыбку, рыбку, голодную, вкусняшку, белую, красную рыбку, выловить, заморозить и съесть строганинку. И, конечно, еще рассказать, что это кто-то туда это запустил, этих вредителей. Как изучали научные сотрудники, ученые еще с прошлого века, даже еще с 17 века. Я сейчас процитирую их как раз. Что такое явление, как паразитоза, известное у человека очень давно. И в тех местах, в которых едят эту рыбку строганина. Поэтому я воспользовался учебниками, книжечками, чтобы рассказать вам, не упуская деталей. О паразитах, которые живут в строганине, в этой чуше, как говорится. В этой чуше. Кушайте на здоровье и получите вкусненького паразита. Какого же из них? В книге «Паразитология. Инвазивные болезни сельскохозяйственных животных человека». В книге Иорта Николаевича Давыдова. «Познай своего паразита». Оказывается, животных ждет много разных болезней, вызываемых гельминтами. Червями, попросту говоря. Глистами, попросту говоря. Вот самые такие распространенные, самые важные. Вот в тех местах, где едят строганину. Две такие болезни, называемые. «Описторхоз» и «Дефиллобатриоз». Что же это за такое? Что же это за «Писторхоз»? Потому что это название паразиты. «Описторхис филинеус». «Описторхис филинеус». Как раз болезнь для рыбочков, обитателей. Мест, прилегающий к речечкам, где ловится рыба. Потому что это такие паразиты, черви, линь, сац. Это и говорят, так называемые триматоды, сосальщики. Сосальщики. Когда изучаешь в университете паразитологию, помнишь, что многие паразитов связывают личинковая стадия с разными промежуточными хозяями, такими как улитки, например, моллюски, например. И чтобы развиться, нужно менять хозяина. Личиночка меняет хозяина, потом попадает в основного хозяина, в промежуточного хозяина. Проходит сложный цикл развития, так называемый. Вот, например, таки «Описторхоз». Что же это такое? Триматода, понимаешь? И где же они живут? Вот, пожалуйста, промежуточный хозяин. «Описторхоз» платоядных. Вызывается триматодой по латыни «Opistorhus filineo» семейства «Описторхиды», паразитирующие в желчных протоках, в печени, в желчном пузыре, в протоках поджелудочной железы. Триматода размером до 13 мм и шириной около 4 мм. Такие противненькие. А промежуточный хозяин – пресноводный моллюск. Бетиния личи. А дополнительные, в которых развивается сам взрослая стадия, многие виды карповых рыб. Это платва, линь, ясь, карп, лещ, вобла, сазан, чебак и множество других. Множество других. Какой же цикл развития? Тут сложные такие названия. Потерпите, послушайте, интересно. Выделившиеся во внешнюю среду яйца триматоды содержат так называемую личинку мироцидии с проглоченным яйцем. Мироцидии выходят в кишечник промежуточного хозяина, в моллюска, проникают в кишечную полость, превращаются в спороцисту, так сказать, новую стадию развития. Через месяц спороцисты образцуются рейдии. С новой стадии развития начинают развиваться циркарии. Рейдию покидают циркарии, будучи еще неинвазионными, и в пищеварительной железе моллюска они дозревают до инвазионной стадии. А вот через два месяца уже из моллюска выходят циркарии, в организм моллюска и плавают, а затем выходят из организма моллюска и плавают около дна водоема. И вот тут как раз инвазионные циркарии нападают на дополнительных хозяев. Это как раз пресноводные вот эти рыбки. Платва, олинь, ясь, карп, лещ, вобла, сазан, щебак. Всех пресноводных рыб не перечислить. Проникают через их кожные покровы куда? В мышечную и соединительную ткань. Не только в кишочки, в мышечную и соединительную ткань. И инцистируются, превращаются в цистую, которая неподвижная, и превращаются в метациркарии. Проникшие в мышцы рыб метациркарии достигают инвазионной стадии через 6 недель, полтора месяца, и локализуются в поверхностных и глубоких спинных мышцах рыбы. В межреберной мускулатуре, в жабрах, плавниках, стенке кишечника и в икре, которую любят-любят рыбачки, свеженькую или слабо солененькую. А вот дефинитивные хозяева, основные, заражаются при поедании сырой, мороженой и плохо просоленной, вяленой рыбой, которая инвазирована метациркариями, личиночками. Так на определенной стадии, такой сложной, которую изучили ученые в микроскоп, каждую стадию развития, когда меняются форму, меняются морфологию, эта личиночка развивается, называется метациркарий. Йоханый Бабай, метациркарий, и в толком кишечнике окончательного хозяина, которым является плотоядное животное, человек в том числе, личинка освобождается от цисты, проникает в желчные ходы печени через желчный проток. И здесь паразиты задерживаются, растут, и через 3-4 недели достигают половой зрелости. И таким образом цикл развития паразита-сосальщика опписторфис филинеус от яйца до полозрелой стадии проходит за 4-4,5 месяца. Где же они распространены, скажите, не у нас, не у нас, у вас, у вас, у вас, в бассейнах рек от бассейна Оби до Западной Европы. до Западной Европы. И основной источник инвазии человек, зараженный опписторхами, а также источник. Это водоемы, в которых инвазируют, которые тоже своими вот этими яйцами этих листов инвазируют кто? Кошки и собаки. Основное биотоповедание пойменные водоемы вот в бассейне от Оби до Западной Европы. Вот в другом указывается более точно, например. И же есть и в Украине у нас тоже, под Днепру, Сумской, Черниговской, Полтавской области. Интенсивным очагом является Сумская область. В рыбочке тоже живут, так что будьте осторожны. И заражение опписторхиуса происходит при употреблении малосольной и вяленой рыбы собственного происхождения, а также рыбного фаршика из пресноводных рыб. Поэтому нужно выявить этого сосальщика. Важно только при очень аккуратном исследовании мышц. Если вы кишочки выкинули, а мышцы-то остались беленькие, вкусненькие, кушайте на здоровье на севере. Кушайте, опписторхиуса получите. Человек опписторхиусом заражает при поедании сырой, недостаточно проваренной и прожаренной рыбой. Способ употребления в виде строганины, промороженной, мелко нарезанной сырой рыбы, широко распространенной в Сибири, тоже приводит может привести, может не привести под водочку, под коньячок, уменьшить до с 90% до 80% вероятность заражения. однако холодное копчение, вялене, слабый посол рыбы не убивают, как пишут ученые, исследователи личинок опписторхисов. И рекомендуется горячее копчение при температуре 70-80 градусов в течение двух с половиной часов. И жарить рыбку нужно разрезанной на небольшие куски и варить уху не меньше 20 минут, а солить крепким посолом не менее 7 дней, а весной и осенью до 13 суток солить рыбку. Вот такой вот описторхис, а паразитируя, какой же патогенез, патогенез. Паразитируя в желчных протоках, описторхисы, вот эти сосальщики всего лишь длиной 13 мм, чуть больше ноготка, вызывают механическое раздражение слизистых оболочек желчных протоков, усиливается токсическое воздействие паразитов, это ведет к интенсивной продолжительной инвазии, хроническому воспалению желчных ходов, вызывают цирротические изменения в печени, кушайте сырую рыбку, циррозик заработаете, продукты обмена веществ паразитов осложняют патологический процесс в печени и в других органах в результате антигенного действия. Также его болезнь вызывается и у домашних животных, которых кормят этой рыбкой сырой, например, у песцов, у разных других животных, которых могут собачек, кошек, которых могут кормить сырой рыбкой, это вызывает понижение аппетита, унитёное состояние, расстройство пищеварительного тракта, даже меняется, а температура тела сохраняется. Животные ощущают болезненность в области печени, нервозными становятся. А вот диагноз становится при клиническом и эпидезологическом зоологическом исследовании. Гельмин только про логических исследованиях. Вот так. А вы кушайте сырую рыбку и плохо копчёную, и плохо вяленую, и режете строганинку, заработаете аписторхис. Чтобы не усложнять, вторая часть про дефилобатриоз будет готова немедленно. Сразу после этого вторая часть дефилобатриоз про лентеца. Есть ещё такой длинненький лентец 10 около видов длиной от полутора метров до десяти метров. Но это будет в следующем видео. Так что подписывайтесь на канал, если вам интересно, кто может быть в рыбке в строганине. Второй частью будет про дефилобатриума филинеуса. Точнее говоря, дефилобатриум как дефилобатриум лятума. Пардон, не филинеусы. Апистор хеса филинеуса дефилобатриума лятума. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарий, заходи на страницу в патреон и ешь сырую рыбку, если хочешь заболеть гельминтами. Строганину, конкурсу, в конкурсе участвуй. Фарш их сырой ешь, заработаешь обязательно. Апистор хесов червяков или дефилобатриума тоже червяков. Но об этом во второй части. Подписывайся на канал и заходи на страницу в патреон. Всем привет. Сегодня поговорим о паразитах, которые живут в сырой рыбе. Сырой только что пойманной рыбе или в замороженной рыбе. Оказывается, и в некоторых северных районах некоторых стран, странных стран, едят строганину сладкую, вкусную, такую белую, хорошую рыбу, вкусную. Мороженое, то есть мороженое сладкое, а есть мороженая рыба. Называется строганина. Оказывается, она в интернете в основном называется чушь. Ну вот как едят чушь или строганину и что от этого получится будет в этом видео и как этого избежать. И едят и получают паразитов в двух. Первого называется аписторхеса, второго называется дефилоботриума. Такие латинские названия сослентец и сосальщик. Сосальщик. Аписторхус и лентец дефилоботриум по-латыни. А едят плотоядные животные воспитываемые. Пушные, например, всякие кошки, собаки, пушные животные, которые кормят сырой, копченой, вяленой рыбой. И получают этого паразита. Прежде всего аписторхеса. И где же распространены? Вот, оказывается, думаешь, нет, тот район не попадает. Попадает, как писали еще в прошлом веке, попадает. Особенная опасность представляют рыбы рек Оби и Ртыша, Волги и их притоков. Поэтому с этих регионов нужно полностью исключить невареную пресноводную рыбу из кормового рациона платоядных животных, пушных и человека, которые, как дерево, иногда ест строганину и показывают еще, как на кухоньке. Купили сладкую хорошую стерлядку и делают из нее строганину. И, конечно же, там всего лишь 80-70% можно получить червяка вместе с проглоченной сырой вкусной рыбкой, называемой строганиной. Поэтому, вооружившись книгами, которых я цитирую научные исследования, поговорим об этих червяках. И прежде всего вторая часть наша посвященная дефилоботриозу такой болезни, вызываемой червяком, называемой лентецом. Лентец дефилоботриум ляттум. А кто же болеет? Болеет кошка, собака, которые едят рыбку, а также пушные животные. Писица, песец, куница. И, конечно же, основной хозяин, человек, который на своем желудочке и на своих мышцах почувствует, что такое строганинка вкусненькая, сладенькая, ешь, 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 заболеешь. Так раз, ну, может быть, дерево, так сказать, не пробьет, а кишочек твой пробьет. Ладно, ладно. Возбудитель. Возбудитель это разные виды лентецов, длинных таких червячков. Их тут даже найдено в несколько видов, до 10 видов. И наиболее распространен лентец, широкий, крупный ленточный червь, от 2 до 10 метров. Я цитирую по двум разным книжечкам, не только просто по памяти, чтобы не выпустить деталей, такой прекрасной вкуснятины, как строганина. Кушай, и получишь лентеца и дефилоботриозик. паразитирует в тонком кишечнике человека, как я уже сказал, собаки, кошки, свиньи и других диких животных, которые, и воспитываемых пушных животных, питающихся рыбой, которая поражена личинками этого гельминта дефилоботриума. А вот внушительные размеры по 2 метров до 10 метров долгожительства в сочетании с огромной плодовитостью лентеца. Это в основаниях одним из наиболее опасных паразитов человека. Дефилоботриум заражаются также люди, употребляющие, например, щучуй икру домашнего происхождения, недостаточно проваренную или прожаренную рыбку, которая часто попадается как любительское рыбоводство. Любители обычно обрабатывают рыбу любители рыбаки. Рыбу домашним способом употребляя малосоленую вяленую рыбу, сырую икру, щучки, ешьте, ешьте. Только что она появилась? Нет, еще в 1881 году профессор Дербенского Дерб... Дербцкого университета, не Дербенского, это далеко Дербцкого в Западной Европе университета Макс Браун это еще доказал, в 1881 году нашел, понимаешь, этого лентица и сознательно ели рыбку, зараженную личинками платоциркоидами и заболели. Вот эта пагубная привычка называется сыроедением. Причина это проста. Вновь серьезные исследователи считали, что благодаря сыроедению оказывается люди освоили, заселили Северную Сибирь. И в широтах, где растительность сохраняется всего лишь 2-3 месяца в году, мало фруктов, мало витаминов, соответственно, и население бы вымерло, если бы не употребляло сырую рыбу и сырое мясо. И вот если бы эти переселенцы не следовали привычкам коренных жителей, то бы они тоже болели бы цинговой. И вот как оказывается еще замечено в литературе, в 1743 году, что вот живущие около морей народы всякого звания употребляли зимой сырую мерзлую рыбу, именуемую строганиной. В 1743 году никто еще тогда не завозил туда никакую заразу желану там, это природное очаговое заболевание распространено на животных. Строганинки были лентецы еще в 1742 году. И олени мясо строганинка, строганинку из сырого мяса животных других. Это мы еще отдельно поговорим, пока поговорим о рыбке. И вот это сыроедение, это не от бедности, от невозможности приготовить рыбу, а, как говорится, тогда это было жизненная необходимость. И сейчас, потому что все смотрят интернет, а сами тупые, как дерево, показывают по интернету, готовить строганину, заражайся, заражайся, жри строганину и болей дифалоботриумом. Да, а вот еще ученый этнограф Туголуков упоминал, который изучал жизнь Ивенкова, установил, что в лексиконе жителей Енисейского севера глагол сагудить, это есть сырую рыбу, и мозгачить есть сырое мясо. Вот сейчас уже еще в 21 веке эти дерева, как говорится, сагучить, мозгачивать и едят чушь. Чушь это сырая рыба, как оказывается в интернете, посмотрите, показывают это по интернету на современной кухонке. Но не об этом разговор, о том, что сагучить, сагудать и мозгачить, это просто тупая даже не привычка, а погубная привычка. И что это вызывает? Вызывает, это, оказывается, вызывает прогрессирующую слабость, приступы тошноты, от вкрощения к еде, когда заразился червячком, безразличие ко всему и подавляющему настроение, неполный перечень признаков, паразитирование лентица дефилоботриума, лентица широкого, известный случай паразитирования даже 13 экземпляров, трудно сказать, под 10 метров таких лентицов у человека. И при этом он избавлялся от такой болезни потом в течение 7 лет. А даже в Украине распространено, не будем отрицать, а в Украине дефилоботриума является среди местных лиц, местного населения в дельте Дуная или по Днепру. Основные ничьи расположены в Одесской области, как пишут научные исследования. А вот кулинарная обработка рыбы с целью профилактики должна быть следующим. Икру щуки налимой окуня нужно употреблять только после 6 часов после посола. Одна весовая часть соли на 20 частей икры. И замораживают рузно при температуре не менее 10 грамм минус 10 в течение 7 суток. А если съел, то потом лечится. А как же эта самая болезнь откуда-то берется? А вот берется, что лентец широкий, как же он устроен? Вот он устроен шириной небольшой всего лишь до 10 миллиметров, а длиной до полутора до двух метров аж до 10 может быть. Специальный такой с колексом называется, который он прицепляется. Промежуточные хозяева у него есть. Это веслоногие рачки циклопы, маленькие циклопы, диатомусы, диаптомусы, а дополнительные, которых получает человек-то их, это пресноводные рыбы, щука, окунь, налим, йорш, форель и другие, всех не перечислить, чтобы вам захотелось услышать, не перечислить, все другие. Яйца выделяются от основного хозяина человека, от плотоядных животных, которых мы употребляем, упоминали, кошки, собаки, лисица, песец, куница и человек. Во внешнюю среду попадают в воду с фекалиями и дальнейшее развитие попадает только в воде. Зароджащийся задозревает, через 3-5 недель выходит личинка, особое название, чтобы не упустить такое очень красивое название карацидий, представляющий собой кругленькую онкосферу с шестью крючьими, покрытыми ресничатым покровом. В дальнейшем карацидий заглатывается промежуточным хозяином, циклопиком, маленьким рачком. И в кишечнике последних он сбрасывает покров, проникает в полость тела рачка и через 3 недели из рачка развивается небольшую следующую личинку стадию, протоцирко, проциркоид, размером всего лишь 0,6 миллиметра. Дальнейшего развития проциркоиду необходимо попасть в дополнительного хозяина в рыбу, а в кишечнике рыба, рачок переваривается, проциркоид проходит в стенку кишки, проникает в брюшную полость, мышцы, подкожную клещатку, не только в кишочке, которую вы выкидываете, а как раз те самые сладенькие мышцы, которые едят от рыбки. Переходят в другую стадию личинки, плероциркоид достигает уже побольше, уже 6 миллиметров, все равно не мало едет, заметно, практически незаметно. Если зараженную рыбу съедают в сыром или плохо варенном виде, а также просто плохо вяленом рыбе, а скончательный хозяин, это или животные пушные, или человек, плероциркоид прикрепляется к его кишечной внутри, кишечной стенке, начинает быстро формировать свои членики и превращается в длинного червя, лентеца, которого мы изучали под микроскопом в университете, с удовольствием формироваются членики и через месяц половозрелую цистоду, цистоду дефилоботриума лятума. Болезнь, где же ее регистрируют, скажите, у нас ее нет, есть, есть она у вас. Видите, как выяснилось, что есть дефилоботриумы в Украине, есть в Украине дефилоботриум, в Дунай и Днепру не буду отрицать, а у вас нету, есть в Прибалтике, в прибалтийских государствах уже есть, отмечено в научных исследованиях, а также и в другой стране, такой как, стране, которая такой областями, которая называется Ленинградская, Астраханская область, даже есть в Тюменской области, вот этой стране, странненькой, и в других регионах Сибири и Енисейского севера, да, какой же патогенез оказывает механическое и токсическое воздействие на организм хозяина, человека и пушные животные, которыми человек может ухаживать, на кровеносную систему, на нервную систему, как было установлено, в основе лежит эндогенный авитаминоз, дефицит в организме больных человека или животных, витамина В12, вызываемый того, что лентец высасывает все ваши витамины, кроме ваших питательных соков из вашего кишечника, да, и диагноз при гельминтокопрологических исследованиях можно только установить, так что в торговую сеть или в питание рыбы должны поступать обезвреженные плероциркоиды, что практически невозможно, если вы будете есть ее сырую, слабо вареную, слабо прожареную, или слабо просоленую, вяленую, заработайте плероциркоидов и замечательного лентеца дефилоботриума лятума. Если вам понравилась эта тема про паразитов, которые живут в животных, которые кушают человек, то мы продолжим эту тему и расскажем еще о тех, которые бывают в мясе, в поросенке, в кабанчике, в лиске, в медведе и в других животных, в олене, которые тоже любят делать такую строганинку, как пишут в такой этнографической литературе, сагудачить, это рыбу есть и мозгачить, это есть сырое мясо, оленинку, например, тоже за поработой этих хороших таких червяков, лентецов. Но об этом в наших следующих видео. Если вам понравилось или не понравилось, наоборот, пишите, ставьте лайк в плюс или в минус, пишите комментарий, слышали ли вы про таких паразитов, любите ли вы строганинку, открываете ресторан, строганинский бар, такие идиоты даже есть, которые специальные, как это, самый специальный, чтобы вас заразить, заразить дефилоботриум и апистархусом, и чтобы у вас было или апистархоз, или дефилоботриоз, вот такое латинское название, поэтому, чтобы вам было грыть, как говорят на Украине, чтобы вам было грыть, ешьте не соленую рыбу, а сырую, и все у вас будет дефилоботриум, как говорится, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, заходи на страницу в патреон, если ты с Украины, поддерживай мой канал, до новых встреч на моем канале, пока-пока.